Дорогие друзья, за операторским пультом по-прежнему Владимир Гольштейн, это я и у нас в гостях программа «Свободная тема» и, конечно же, Борис Агре. Здравствуйте, Борис. — Дорогий Владимир, добрый день. Здравствуйте всем. Ну что, поговорим сегодня о чем-нибудь интересном, о том и все о политике, о политике. — Ну да, ну да. — Вокруг просто масса интересного. Итак, давайте поговорим сегодня о западной цивилизации, откуда есть пошла, как сказано в одной из российских книг. Итак, современная западная цивилизация, или, как ее еще называют, христиано-иудейская цивилизация, или же западноевропейская цивилизация, возникла не на пустом месте. А эта цивилизация является творческим наследником очень многих народов, очень многих культур. Здесь можно упомянуть и Древнюю Грецию, и Древний Египет, и Рим, и многих-многих других. Итак, начнем. Давным-давно, давным-давно, через великие ворота народов, что находятся в предгорьях Южноуральских гор, от самого-от самого запада на восток, к последнему морю, прокатилась волна арийских племен. Часть из них повернула на север, а часть из них повернула от этих самых ворот народов на юг, в те места, где теперь располагается государство Иран. А эти самые арийсы, они образовали в свое время Великую Персидскую империю. А вторая часть этих арийских племен пошла на север, и уже потом, много позже, с севера нашего континента, я имею в виду Европа, стала понемногу спускаться вниз, завоевывая и переделывая под свое верование, под свою культуру, такие государства кельтов, как германские, французские, и докатились они до самых Пиренеев. А вслед за этими народами, я имею в виду арийских завоевателей, пришли племена Хуну, которые прокатились с огнем и мечом по всей Европе, а потом повернули назад от последнего моря, до которого они, кстати, не дошли, повернули назад в сторону того государства, которое теперь называется Венгрия. И там они и закончили свои военные походы, поскольку их вождь, который вошел в историю под именем Оттима, погиб. Там его и похоронили на дне Дуная, как носит легенда. На самом деле, между прочим, Оттима, это было не его настоящее имя. Он просто вошел под этой кличкой, я бы даже сказал, в историю, потому что современники так называли этого военного вождя, поскольку он пришел из-за реки Итиль, то есть из-за Волги. А потом, много позже уже прокатились через те же ворота войска хана Тимучина, и тоже они стремились к последнему морю, и тоже Тимучин не дошел до них. А дошел почти до самого последнего моря его внук хан Бату. Во всяком случае, он успел обложить данью и получить ее с североитальянских городов, таких как Генуи, например. Но поскольку уже начался переодел наследие великого хана, то он повернул назад и так и не успел дойти до последнего моря. Это вот те племена, я кратенько так перечислил, это те племена, которые пришли на европейскую землю с востока. Но были и другие, и их было много. Например, с Северной Африки пришли арабские племена, которые завоевали огромный кусок Иберийского полуострова и организовали там то, что в историю вошло под названием Магриб, то есть владение ислама. Нельзя сказать, что арабы принесли только ислам, пот и кровь. Ничего подобного. Они принесли много чего на Иберийский полуостров. Именно благодаря арабскому языку, испанский язык, я имею в виду испанский-испанский, а не испанский, скажем, в Мексике, стал таким цветистым и обладает столь многими эпитетами. Вот смотрите, помимо самой священной книги Коран и, собственно, верования в Аллаха, арабы принесли великую литературу. Именно там, в Красном замке, который мы все знаем под именем Альгамбра, именно там персиянка Шахерезада рассказывала ему в своей знаменитой сказке, которая в английской традиции называется «Ребен Найтс», а по-русски мы привыкли называть эти сказки «Сказки Шахерезада», по-моему. «Тысяча одна ночь». Или «Тысяча одна ночь». Так вот где все происходило теперь. Именно так. Хотя бы одна тайна открылась, связанная со сказкой. Безусловно. Я даже видел этот садик, в котором она рассказывала там в Гранаде вот эти свои сказки. Ну так вот. Я упомяну о Шахерезаде, потому что великая арабская литература пришла в Европу вместе с завоевателями. А Шахерезада, как я уже сказал, она была не арабкой. Она была как раз персиянкой, о чем свидетельствует ее имя. А кроме того, о том же свидетельствует перепела индийских сказок, которые вместе с ариями пришли из Индии на север сначала, а потом на юг. И там уже они оформились вот такие волшебные интересные сказки. А оттуда перешли к арабам. Это вот то, что пришло с юга. Но не только арабская литература пришла с юга вместе с арабами, а математика, а арабские цифры. Но арабские цифры тут вообще не поспоришь? От кого же еще они могли прийти? Нет, по-настоящему арабские цифры, кстати, пишутся по-другому, не так, как мы привыкли их видеть. А понятие нуля, это все принесли арабские завоеватели. Да бумага, наконец, самая обыкновенная бумага, это тоже с собой принесли арабы. А считается, что в Китае вроде, в Китае изобрели. В Китае тоже была бумага. То есть это параллельно изобрели. Параллельно, не параллельно, но в Европу бумагу принесли арабы. Она вначале была чрезвычайно дорога. Она была по стоимости сравнима с пергаментом. Может быть, чуть дешевле. А, наконец, даже вот такое словечко общеизвестное. И наука, которой мы все пользуемся. Я имею в виду медицину. Ведь это не что иное, как искаженное имя великого мусульманского врача а-ля Виценны. Вот что такое медицин. Вот откуда пришел этот термин. Ну и, наконец, химия, которая в ранней средневековой Европе преобразовалась в алхимия. А ведь это тоже арабская смола. Алхимия. Слово-алкоголь тоже арабская смола, между прочим, несмотря на запреты этого напитка в Коране. Или там много чего они принесли, помимо крови и завоевания. Это то, что пришло с юга. Но были вторжения в Европу с юго-востока. Вот в прошлый раз Владимир и я мы вам рассказывали, когда о семьях республиканской и демократических партий. Мы с Владимиром упоминали здесь имя великого завоевателя К. Юлии Цезаря. Этот человек был настолько велик, что даже можно представить насколько многообразен был его талант. Я имею в виду Юлия Цезаря. Ведь он ввел не только, он не только образовал новую армию из римских легионов. Он впервые, например, применил военные шифры. Он был великолепным писателем, отличным оратором. Он был настолько велик, что чванливые русские владыки тронов взяли его имя и сделали из имени Цезаря свой титул. Царь, Цезарь. А возник этот титул, потому что первый царь России Иван Третий, я имею в виду, не Иван Четвертого внука, а Иван Третий, был женат на Софи Палеолох. Это она принесла с собой многие-многие знания на русский трон. И, кстати, там же и поменял он свое имя, поскольку рожденная она была Зоя Палеолох. Это она принесла Софья Палеолох или Зоя Палеолох в девичество. Это она принесла знаменитую библиотеку, которая исчезла при Иване Грозном. Это Иван Третий и Софья Палеолох пытались провести религиозную реформу, которую в дальнейшем немножко стало захватывать западноевропейскую цивилизацию. Нас будем помочь, верно, нам с того как-нибудь рассказать о жидовствующих попах. Обязательно. Обязательно. Но как-нибудь потом. Сегодня мы будем... Такая тема животрепещущей, мы это обязательно сделаем. Да-да-да, обязательно как-нибудь попозже. Так вот Юлий Цезарь. Юлий Цезарь, между прочим, не случайно после того, как Крас, Помпей и Цезарь разделили власть, стремемся в Европу завоевать кельтские племена. Помнишь, Владимир, еще со школьных времен такую легенду, гуси спасли Рим? Ну да, и только со школьных, конечно. Да-да-да. Я имею в виду по времени. Да-да. Вероятнее всего, мы все услышали об этой поговорке именно в школе. Так вот, значит, Цезарь стремился туда, в кельтские земли, по многим причинам. Ну, во-первых, ему нужно было богатство. Он происходил, хотя и из знатной, но весьма небогатой семьи. Во-вторых, у него в голове были огромные планы. И богатство, которое он, в конце концов, таки да, получил в Европе, разорив кельтские царства, они им, честно говоря, пригодились при реформации Римской империи и самого Рима как такового. Ну вот. А вспомнил я о нем, напомнил, вернее, еще раз о Юлии Цезаре, потому что, вообще-то говоря, он был греком. И у второй части... У нас есть, да, еще время есть у нас до нашей паузы. Да, хорошо. Тогда я продолжу. Потому что во второй части мы будем говорить с Владимиром о Греции, о другом очаге. Это там, где все есть. Да, во всяком случае, это там, где все было. А, ну, как минимум, да. Вот. Мы будем говорить о Греции, а пока мы чуть-чуть еще поговорим о Юлии Цезаре. Делаем вот в чем. Я о нем вспомнил далеко не случайно. Не только потому, что он один из величайших представителей рода человеческого, а потому, что, вообще говоря, по происхождению, он был греком. Дело было так. Когда воинственные греки-ахейцы напали на Трою, и в конце концов, благодаря своему таланту, благодаря своей воинственности, и многим военным хитростям, они таки Трою, да, завоевали. И знати города, государства Троя, пришлось бежать. В частности, бежал Иней вместе со своей женой, больным отцом и своими детьми. В дороге отец заболел и упросил своего сына, Инея, царя Инея, похоронить его там, где-то в горах. А надо сказать, что вот эти города, государства греческие, они были разбросаны не только по всей Греции, но и в Турции современной. Трою ведь там, где-то было. Они были разбросаны по территории, вернее сказать, по побережью Черного моря. Как со стороны Румынии, так и со стороны современной Грузии в Тавриде. К смолу Тавриду мы, кстати, еще вернемся, когда будем говорить об одном очень интересном царстве-государстве греческом. Ну так вот. А еще были на западном побережье Апианинского полуострова были еще крохотные поселения греков, и туда вот, похоронив отца, Иней и пришел. Так свидетельствует хроники Рима. А цедерь, он как раз и был потомком Инея. Заодно выяснили мы сейчас генеалогию цедра. Кстати говоря, ну не многие, а знаменитые патриции города Рима, они вели свою генеалогию, свое происхождение именно вот от этих вот греческих патрициев, греческих знаменитых людей. но многие источники, они да, свидетельствуют, что цедерь был потомком именно Инея. Спорить не будем, нас там не было. Это вот такая преамбула. Я хочу просто быстро сказать, мы видим ваши звонки, но сегодня мы принимаем звонки только в самом конце нашей программы. в последние если останется время, вот поправляют меня Борис. Последние 15 минут, которые будут перед окончанием программы, то есть примерно в 3.45, поэтому спасибо, но сейчас можно смело не звонить и продолжать слушать. Продолжаем. Ну так вот, я упоминал, что современная цивилизация и западная цивилизация, она является творческим, подчеркиваю, творческим наследником верования, культурных воззрений и знаний многих-многих народов. Ну, например, скажем, древние египтяне, оказали они воздействие на современную цивилизацию западноевропейскую и еще какую? Ну, например, я упомяну следующее. Когда в Древнем Египте первая династия фараонов появилась, то Египет разделился на 40 номов. В каждом номе, то есть провинции, в каждом номе были свои боги, которые так или иначе перекликались друг с другом. И каждую девятку богов, цифры, кстати сказать, надо отметить, что именно девять богов в каждом номе. И эта цифра считалась завершенной. Между прочим, когда мы в этой же студии рассказывали о, упоминали Китая, я там говорим о драконах, о шипучих тиверах, о духах, которые, а много о чем мы рассказывали в этой студии. Так вот, китайцы тоже считают цифра 9 священной. Три девятки, число 27, у них так. Вот кто был в Пекине, кстати, обратили, наверное, внимание, что вокруг, что на площади внутри закрытого, запретного города, там 9 скульптур различных. Вот это вот тоже отражение этой самой цифры 9. И вряд ли это совпадение случайно. Ну так вот, среди этих девяти богов египетских была единая, нерушимая, три единая тройка богов. Самые известные это Азирис, Изида и сын Игор. Кстати, к этой, по-моему, к этой же вот троице единой и неделимой священной относятся и Сет, который, по-моему, являлся прообразом падшего ангела. Азирис, скажем, владыка, горд владыка живых, а Сет владыка мертвых. Вот оттуда идут корни вот этого триединого божества, но не только оттуда, но не только оттуда. В прошлый раз в Амадея мы упоминали великий плавильный котел древности Вавилон. А там был главный бог, кстати, там было разрешали и приветствовали любых богов. Вероятно, поэтому Вавилон просуществовал довольно долго. Так вот, главный бог был, конечно, бог шумеров, который произносится, как уяснили филологи. Бел Мордук. Бел это переводится с одного из древних тех языков Междуречия как бог. Бел Мордук, он был, с одной стороны, были его статуи и очень известные описания, а с другой стороны, те же шумеры говорили, что Мордук это воплощение всех богов. Буквально всех богов. Когда вы верите в одного бога, то как бы вы его ни называли, это вот наш бог, который может предстать перед вами либо так, либо я так. Он един и неделим. И, кстати, отметим еще одну любопытную деталь. Бел вот здесь такой священный слух, который перешел из иудаизма во многие западные имена. И вообще это просто переносит в переносном смысле это имя бога. Скажем, такие имена как Михаил, Майкл и так далее. Бел бог Мордук. Или вот скажем, расскажем о следующем. как известно, есть Тор, есть Библикон и Танах. Библикон это тот вариант Библии, который великий персидский царь серб, когда освободил иудеев из Вавилонского племя и разрешил вернуться. Вот этот вариант Библии пришел уже из плена. Хотя они, конечно, совпадают с Пятикнижием Второй классической или то, называют христиане Старый Завет. Кстати, еще отметим, что, кстати, в ислам перешли все иудейские святые без исключения. Иисус тоже перешел. Совершенно точно, Иса. Все пророки, Иса, да, и все пророки перешли. пророки и Дева Мария там упоминает совершенно точно Мирием. Мирием Мария. Так что вот такой взаимоборг с одной стороны погибает, но и новые изменяются. Вот такие вот странные вещи происходили в течение веков. Таким вот образом образовалась великая западная цивилизация, плодами которой мы все пользуемся. Например, сейчас просто рассказываем через интернет, через просто радио, через наши гаджеты электронные, как угодно. Это все плоды вот этих вот переработок, которые западная цивилизация сначала восприняла, а потом подарила нам всем сейчас живущим. Да, друзья, спасибо, очень интересный рассказ. Мы обязательно его продолжим. Мы его продолжим. Обязательно продолжим. Это даже не начало, это просто середина того, о чем мы будем говорить чуть позже. Я думаю, это вообще анонс еще. Это шутка. Мы продолжим наш рассказ после небольшой информационной паузы. Пожалуйста, оставайтесь с Борисом Агре и со мной после рекламы. Уважаемые слушатели, мы продолжаем программу «Свободная тема» с Борисом Агре. Прошу, Борис. Еще раз добрый день. Ну вот, в первой части я все время говорил к последнему морю, к последнему морю, в Европу стремимся. Сейчас расскажем немножечко о том, кто же все-таки добрался до последнего моря и что там случилось. «Сын кроноса и Рей однажды увидел, взирая с небес, красивую девушку, которая играла на берегу моря вместе со своими сестрами и с муженками, а звали ту девушку Европы. Так вот, этот небожитель, он превратился в белого быка, украл эту Европу и поселил ее на острове, а остров этот назывался Критом. Крит является просто жемчужиной среди удивительной, очень плодотворной греческой цивилизации. Там смешивались и возрождались и погибали несколько культур, и каждая из них принесла дала некий вклад в культурное наследие человечества. Итак, Зевс или Зеус, как его называли греки. Зевс украл, похитил, вернее, так скажем, Европу и стал с ней жить на острове Крит. У них родились дети, трое сыновей, а двух из них сегодня упоминать вообще не буду, а поговорю немножечко о царе Миносе. Это был старший сын, рожденный от связи Европы и Зевса. Между прочим, отметим, вот каждый из нас, наверное, употреблял и многократно, причем и много-много раз слышал такое слово герой. Так вот, греки, они и создали эту расу героев. Дело вот в чем. Дети, рожденные от богов и смертные женщины, вот их, вот именно их греки называли героями. Так вот, Минос, он и был героем, одним из многих. Это был, царь Минос, это был совершенно тоже необыкновенным человеком. Многие комплименты ему мы можем сейчас вот озвучить, но все будут недостаточные. То есть, он был рожден от бога и смертная женщина. Совершенно точно. Но это не комплимент, это просто факт, который греки нам передали в своих легендах. Так вот, однажды этот деятельный человек обратился с просьбой к своему божественному дяде, а именно к Посейдону. попросил его помочь создать могучее царство. А взамен Посейдон сказал, что да, поможет, но ты должен будешь принести мне белого быка. Ты должен будешь в жертву отдать мне этого белого быка. И Минос сказал, что я безусловно его, дескать, принесу в жертву, но не знаю где его найти. И Посейдон ему указал. Случилось следующее. Когда царь Минос увидел это прекрасное животное, то он просто это животное было настолько красиво, что он просто не смог его принести в жертву и оставил живых. А взамен принес Посейдона в жертву многих других быков, как сказано в легенде. Между прочим, Посейдон свое обещание выполнил и превратил царство Миноса в великолепное могущественное государство, которое было то, что называется Томасократия. То есть, имеется в виду могущественной морской державой. Но одновременно и наказал его. Но одновременно и наказал и покарал. И покарал он царя Миноса следующим образом. Жена его воспоминала невероятной любовью и тягой к этому самому быку, которого не принесли в жертву. И воспоминала такое страсть, что от этой связи быка и царицы жены Миноса родилось чудовище, которое и назвали Минотавром. То есть, это было существо с телом человека и головой быка. Царь Минос поместил этого быка в самом центре лабиринта. Между прочим, отметим, что Миносский дворец он долгие тысячелетия считался легендой. Я потом скажу, почему он считался легендой и как это его ведь обнаружили только в конце 19 века один греческий археолог, которого, между прочим, странное совпадение тоже звали Минос. Ну, так вот. Коля, я уже упомянул и Крит, и этот самый дворец, то должен сказать следующее, что этот знаменитый дворец, этот знаменитый лабиринт, этот потрясающий город, о котором потом в дальнейшем, спустя многие века описывал и мечтал Леонардо да Винчи, и я скажу, что сделали, что сделал Дедаун и греки, именойские греки на Крите, впервые в истории человечества. Ну, так вот, это все было построено Дедаун. А, давайте я сразу скажу, чем был так хорош этот город Минос. Вот смотрите, дорогие радиослушатели, Владимир, смотри, Леонардо да Винчи, он мечтал о городах с прямыми улицами, о правильной планировке. Он мечтал, чтобы там была канализация, мощеные дороги. И это все греки сделали. То есть, выполнили его мечты? Они все это сделали за полторы тысячи лет до того, как Леонардо да Винчи додумался до этого. Более того, значит, впервые в истории там стали строить многоэтажные дома. Не зекурата какие-то, которые тянулись вверх, как один этаж, а именно многоэтажные дома. Дворец Миноса был многоэтажным. Там были мощеные дороги, там была вентиляция. Почти небоскребы, если так, в контексте того времени? Именно безусловно. Там были двух-трехэтажные здания. Ну да, это для того времени. Западная Европа, Западная Европа, к этому пришла спустя несколько тысячелетий. Совершенно верно. вот такой красивый город, который однажды исчез. Но сначала мы от Дедали. Как я уже сказал, все это там построил, согласно легенде, человек по имени Дедал. Это как раз тот самый человек, сын которого залетел к солнцу. И о нем мы еще о сыне и Дедале еще скажем, что это такое, что это за крылья у них такие были странные. Дедал был, вероятно, величайшим изобретателем, художником, изотчим Древней Греции. Кстати говоря, его имя происходит от греческого глагола Дедала, то есть занимающийся искусством. Это был очень успешный, чрезвычайно талантливый человек. С одной стороны, одна легенда возводит его род к Гефесту, и именно якобы от него, от Гефеста Дедала перешли вот эти вот таланты творить все. А с другой стороны, он восходит, другая легенда утверждает, что Дедал был потомком Эрехтея, был такой царь афинский, которому и принадлежит вот эта самая идея, Олимпийских игр. Теперь мы еще... Между прочим. Кроме генеалогии Цезаря, мы теперь еще выяснили корни Олимпийского движения, откуда пришли. Ну так, упомянули просто об этом. тем не менее. У нас просто хочу все знать, такой радиожурнал. Почему не поделиться своими знаниями и догадками? Это точно, безусловно. Ну так вот, сам Дедаун был чрезвычайно, как я уже сказал, талантливым и очень-очень успешным человеком. И у него в Афинах была своя школа, как у многих других философов, которых греки подарили человечество во множестве. У него там была своя школа, свои ученики, и одним из самых талантливых учеников был его племянник, сын его двоюродной сестры, которая была тоже царского рода. То есть яблоко от яблони, да, не упало. Да, вот вся эта семья была, видимо, необыкновенно способной, необыкновенно талантливой люди. Но такие время от времени появлялись, вот скажем, та же семья Бетховенов, там, кого не возьми, там несколько поколений, или Бахов, музыкантов, там несколько поколений было музыкантов блестящих, один за другим рождались. Да вот, даже, например, та же знаменитая повесть Чайка по имени Джонатан, это же вот один из тех потомков знаменитого композитора. Ричард Бах, да, это потомок. Да, вот этот летчик, этот летчик потомок того самого композитора Баха, между прочим. Да, так вот бывает. Так, поехали дальше, а то мы не успеем, начнем вспоминать о Бахе, о Чайке по имени Джонатан. Ну, так вот, этот, одним из учеников вот этого самого Дедаула был его племянник, сын его двоюродной сестры, который был еще более талантливым человеком, нежели сам учитель. И Дедаула однажды приревновала, пригласил в горы погулять, а вернулся с прогулки уже только один. Легенда утверждает, что ревнуя к его успехам и талантам, Дедаула спихнула его в пропасть во время прогулки. Как водится, разразился страшный скандал, поскольку тому якобы были свидетели и неутешная мать добивалась от царя казни и сурового наказания Дедаула. Но человек этот сбежал из Афин и нашел свое пристанище, довольно длительное пристанище, там, на Крите. Именно ему приписывается строительство дворца царя Миноса, именно ему приписывается строительство и планировка вот этого города Кносо, который находится не так далеко от современного города на Крите, который называется Ироклеон, то есть, город Геракма, Ироклеон. Там вот недалеко от по-моему на северо-запад от Ироклеона вот этот дворец Миноса, Кносский дворец, его еще так называют. Кстати, Кносский дворец, Кнос, вот этот дворец, это вот название современное, можно сказать, а вот греки-меккенцы, которых афиняне считали вообще-то говоря варварами, они греки-меккенцы называли Кануту, Кануту, вот так вот в древности назывался этот Кнос. Так вот, вернемся все-таки к дворцу и Томасократии. Мы не будем подглядывать, не будем страдать воеваризмом и не будем подглядывать за утехами жены царя Миноса, которая родена А там были утехи. Ну, почему? Можем пострадать? А у Минотавры далеко не случайно, потому что однажды царь Минос послал одного из своих многочисленных сыновей с делегацией торговой или военной или, но с делегацией в Афина. И там этот сын погиб. В результате Миноиса осадили Афины и потребовали каждый год пожребия, чтобы им присылали семь юношей и семь девушек, которых они якобы приносили в жертву этому самому Минотавру. То есть, их запускали в лабиринт, из которого они уже не выходили. Существует несколько версий, что это за жертвы были, но если останется немножко времени, я об этом скажу. Минотавру Минотавру был. Может быть, да, может быть, нет. Может из них просто... Ну, так вот. Однажды среди прочих жертв, а имя 14 этих человек, кстати говоря, это очень суровая дань, потому что смертность, как детская, так и вообще просто смертность в те времена была чрезвычайно высокая. И 14 человек, это было много. Это было очень много. Так вот. Однажды среди этих 14 человек по жребию попал юноша по имени Тесей, который в дальнейшем стал 10-м царем Афин. И когда дочь царя Миноса увидела его, то она в него влюбилась, ей стало жалко, и она тайком передала мой бог с нитками и бронзовую меч. Вот это знаменитая нить Ариады. Вот ее так и звали. Ее так и звали. А, кстати говоря, это сможет составное греческое слово Ари Аднос. Ари это много, много, вот как, даже не знаю, как порускать, вот как Вери или Матч по-английски. И Аднос вот такая чистая, наверное, можно это перевести как целомудренная, вот так вот. Такое чисто символическое имя, чистая девушка спасает юного героя. Да, наверное, самомуудренная это будет самый правильный перевод с греческого. Так вот, Ариадна, она не сама догадалась до этого клубка. Она ему сама догадалась передать Тесею меч. А вот клубок с нитками, нить Ариадна, это знаменитая, посоветовал дать Тесею еще один афинянин, о котором мы только что упоминали, звали его Дедал. А, вот как все там завязано. Именно так. Ну, а дальнейшее известно, значит, Тесею победил, Минотавр погиб, и после этого прекратились вот эти вот человеческие поборы, которые кретяне, которыми кретяне обкладывали Афины. Вот так вот закончились поборы. Вот так носит легенда. А Дедал, Адедал, значит, с ним случилось вот что. Царь Минос разгневался, естественно, этот поступок этого гения греческого, и его самого вместе с его сыном, который родился уже на крите и карам, заточил лабиринт в этот самый, из которого Дедал вместе с сыном избежали. А Минотавр уже был к тому времени? А Минотавр Тесей убил. А, но там остался сам лабиринт, надо было выйти. Но лабиринт он остался, и его зря, конечно, чего не используют, если вот заключенный, вот он, вот он, Ну да, площадь же есть такая. Конечно. Ну, его туда и заточили. Однако, Дедал вместе со своим сыном, как известно, оттуда полетели на крыльях. И как отец не убеждал, Дедал, Экара, не подниматься высоко к солнцу, тот, как известно по легенде, взлетел слишком высоко, солнце растопило воск, он рухнул в море. То есть, была еще одна такая символическая жертва царю Посейдона, который наказал сначала Миноса, вот такой страсти его жены. Кстати говоря, хоть я и сказал, что не будем заниматься воеваризмом, но пару слов все-таки, наверное, надо сказать. По-моему, вот эта легенда, эта Таврамахия, так сказать, она не случайна, это нас отсынует к очень древним таинствам помодородия. К очень древним таинствам помодородия, о которых нам почти ничего не известно, кроме таких смутных легенд и смутных воспоминаний. Нечто похоже, был и в Месопотамии, и, кстати говоря, наверное, поскольку это Таврамахия, в общем-то, наверное, название Таврида тоже неслучайно возникло. Таврида, это уже про Крым сейчас. Да, а почему нет? Кто же знает? Там же жили кочевники, как они обожествляли животных, мы не знаем об этой цивилизации Тавров, которая была в современном Кроме вообще почти ничего не знаем, кроме названия, о них ничего не сохранилось. Ну, так вот, значит, Дедауф со своим сыном улетели. Такова вот такая красивая легенда о том, как они сбежали. На самом деле, существует еще одна более приземленная теория, как они сбежали от гнева царя Крита. Значит, до Дедауф косой парус не был известен. А вот после Дедауф вот эти критские корабли и все корабли до него плавали только с прямыми парусами. Другими словами, только по ветру. А Дедауф видимо, во время бегства использовал вот этот косой парус, который напоминает Крымова. именно это Крымова унесло его и сына с Крита. Говорят, что он после этого поселился и так прожил остаток своей жизни на Сицилии. Но таких источников, которые бы это подтверждали, нет. Это просто одна из теорий, что такое гений человеческий и как возник, например, косой парус. И еще два слоя. Я вижу, что уже время заканчивается. Два слова. Как исчезла Микенская цивилизация? Все мы слышали об Атлантиде. Одна из теорий гибели Атлантида отсылает нас как раз к Критамикенской цивилизации. Как я уже говорил, это Боматамасократия. А землетрясение или водотрясение подземной подводной толчки в реале Средиземного моря надо будет как-нибудь однажды тридевятая царство. Тоже очень любопытно. седьмое небо заодно. Именно что. Так вот, критяне нашли очень простой способ, как не погибнуть во время землетрясения. Они просто отплывали на кораблях в море. И однажды смущилось так, что когда потомки царя Миноса, а их было вместе с воинами и слугами и жрецами, порядка шести процентов населения острова. И когда начались вот эти водотрясения, то они отплыли в море. Но случилось так, что на острове Фаррис, который как раз не очень далеко от Крита, случилось извержение вулкана. В результате этого извержения произошло не только землетрясение, но огромный выброс лавы и пепла, который погреб на многие столетия вот этот легендарный дворец царя Миноса. И когда его археологи раскопали, то они там не нашли ничего, кроме некоторых надписей и украшений. Потому что вот эти вот ребята, пытаясь спастись, они вывезли все с собой самое ценное, чтобы потом вернуться с готовым, но не вернулись. Цунами, который разразился в результате землетрясения и извержения вулкана, просто вот они там все погибли. А вместе с могучим флотом кретян погибло и Микенское царство. Вот так вот. Вот что я хотел вам рассказать об одной из жемчужин человеческой цивилизации. Кстати, не думайте, что греки подарили нам только Микенскую цивилизацию. Вот когда гений греков и иудеев объединились, они выплеснули в мир такое слово, как Библия, книга. Ну да. Или такой вот вопрос задаю. Значит, на хибру есть такое выражение лекротара. Вот ничего не напоминает? Вот лекротара, читаю книгу. Как по мне вот это звучит как будто слово культура. А, точно, да. Вот. И вместе вот, то есть культура, умение читать, умение передавать знания. Вот объединенные гений этих двух народов, греков и иудеев, они слова Библия и слово культура, они подарили наконец алфавит всему западному, всей западной цивилизации. Альфа, бета, гамма, все мы эти букв, названия этих букв знаем с детства. Это же, разве это же не то же самое, что алиэ, бет, гэмэл. разве это не то же самое, что как в сновянской азбуке, азбуке, веде, добро и так далее. Ровно те же самые названия. Ну что, я смотрю, заканчивать пора. Не успели рассказать еще много интересного и любопытного. Но как-нибудь в другой раз. А кстати говоря, мы в прошлый раз говорили, и в этот раз еще раз повторяем, господа, заходите на веб-сайт нашей радиостанции, предлагайте темы, а мы с Владимиром побеседуем с вами. Друзья, мы видим ваши звонки, но они слишком поздно, эти звонки пришли, нам уже надо заканчивать, и мы обязательно с вами пообщаемся в следующий раз. Предлагайте свои темы. Может быть, даже однажды посвятим всю передачу вопросам и ответам. Да, вечер будет, точнее, день вопросов и ответов. Так что предлагайте свои темы, и мы постараемся их отразить с Борисом в наших следующих программах. Всего доброго. Всего доброго. До новых встреч в эфире с Борисом. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.